И сейчас гость нашей студии Александр Цветков, директор по маркетингу туристической компании Grand Baikal. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Спасибо, что приняли приглашение. И сейчас очень многие задаются вопросом, где же мы будем проводить зимний отдых. Как уже известно, что мы будем отдыхать до 10 января. Каникулы достаточно продолжительные. Но и мы все прекрасно понимаем в ситуации с коронавирусом, что выезд вряд ли за границу в теплые страны будет разрешен. Большая часть туристов, и это уже в принципе проведено исследование специалистами, направится на Байкал. Зимний Байкал сейчас в топе, в популярных очень направлениях. И вот готовы ли мы к такому наплыву туристическому? Я думаю, что безусловно готовы. Я бы сейчас оставил за скобками запреты и ограничения, связанные с коронавирусом. Если говорить про рынок, про инфраструктуру, про персонал, все готовы. Потому что, по сути, этот сезон в марте и в апреле постигла внезапная смерть. По сути, и на большинстве объектов не были реализованы планы до конца. Например, у нас на горе Соболиной катание прекратили по приказу, по сути, в марте. И люди не докатались, люди не получили эмоции. И эти эмоции, на мой взгляд, остались и у людей не реализованными, и на объектах остались идеи, остались проекты, остались задачи, которые не были до конца воплощены. Поэтому я думаю, что есть обоюдное желание как у гостей, так и у игроков рынка увидеть друг друга и провести каникулы вместе. А вообще, туристическая отрасль вот в таком объеме готова обслуживать туристов в Иркутской области? Произошло выпадение достаточно большого потока китайского туриста. Прежде всего, туристов потерялся частично поток европейских туристов России, европейская часть России. Соответственно, замещение этого потока иркутяна происходит безболезненно. Мощности, объем инфраструктуры, все это готово, конечно. Зимний сезон с какого числа начинается? Смотря что рассматривать как зимний сезон, если говорить, допустим, гаднолыжный сезон, прежде всего, именно зимние виды спорта, мы стараемся обычно стартовать в начале декабря. Первые выходные декабря, как правило, это такой, скажем, некий праздничный день, открытие сезонов, запуск уже зимней программы развлечений. Если говорить о Байкале, то, конечно, тогда, когда лед встал, и все поедут за пузыриками. Ну, отчасти, да. С другой стороны, на Байкале есть чем заняться, мне кажется, время года, в том числе и поздняя осень, начало зимы. Мне кажется, Байкал прекрасен всегда, и многие объекты позволяют получить удовольствие в любой сезон. С вами согласна. Вот даже в эти выходные собираюсь как раз увидеть осенний Байкал. Александр, скажите, пожалуйста, вот кроме традиционных направлений, что бы вы еще отметили для туристов, которые наверняка приедут из других регионов страны, какую бы изюминку вы бы им еще предложили, вот кроме горнолыжного туризма, скажем так, и кроме вот как раз того льда Байкала, который становится все популярнее во всем мире, что еще у нас остается, как вы говорите, за скобочками, что бы еще хотелось развивать? Вы знаете, тренды появляются мгновенно и, по сути, из ниоткуда. И тренды меняются, и то, что вчера было невозможным или странным, сегодня этим увлекаются многие люди. То есть, допустим, за прошлую зиму можно вспомнить множество странных, и, с одной стороны, странных, с другой стороны, ярких массовых вещей. Это переходы на коньках через Байкал, лыжные переходы через Байкал, массовые забеги, собачьи бега, различные покатушки, скажем это так, джиперов, оффроудников. Здесь очень много развлечений, и вещи появляются очень быстро из ниоткуда. Допустим, мы несколько лет подряд запускали тему зимнего гольфа. Каждый год практически получаются какие-то проекты, связанные с хоккеем, допустим, на естественном Дубайкала, с привлечением спонсоров, команд, массовых, скажем так, участников этого действия. На самом деле, тренды возникают из ниоткуда, их очень много. Допустим, крещение, каждый год тема крещения, скажем, да, купания в прорубе, она вырастает новыми подробностями, появляется какие-то новые объекты, где это можно сделать совершенно потрясающе красиво, по-новому это можно поучаствовать в простых вещах, сделать по-другому. Допустим, в нашей компании появился банный клуб Бурдугус. То есть абсолютно уникальная вещь, где мы использовали кирпич, по сути, 19 века, и сама структура, сама идеология, я бы сказал, банного клуба, она построена на традициях русского парения очень ревних, да, то есть то, чего сейчас, как ни странно, у нас нет. И этот отдых тоже набирает популярность. Люди понимают, что баня – это место, где здоровье важнее традиционных, скажем так, сложившихся стереотипов, что такое баня. Поэтому людям меняются тренды, меняются отношения к себе, к здоровью, к окружающему миру. На мой взгляд, скажем так, мне нравится то, что происходит с рынком, мне нравится, что происходит с услугами, люди ценят друг друга, люди ценят природу, люди ценят свое здоровье, и это, на мой взгляд, очень здорово. Поэтому тренды меняются, и все это очень быстро происходит. Вот абсолютно согласна с вами, то, как люди повернулись к местному туризму, в том числе к местным достопримечательностям, к каким-то вот красотам, это, конечно, на самом деле меня тоже очень радует. А у меня из прошлого года самое яркое впечатление зимнего туризма – это ночевка на льду Байкала в палатке. Страху натерпелись, но незабываемым. А вот вы что любите? Как любите отдыхать? Я, поскольку местный, мне здесь хорошо в любое время года, по большому счету, поэтому я как-то не уделяю зиму. Зимой у меня традиционно хоккей, я играю хоккей с мячом, то есть я обожаю болеть нашу команду, играть, поэтому мы играем на разных площадках, маленьких, больших, куда-то выезжаем. Опять же, зимой прекрасно баня в любых ее вариантах и начинаниях, поэтому пешие походы куда-то с друзьями, встреча, ну и каникулы, опять-таки, это повод увидеть друзей, которых ты видел давно, где-то выпасть из этого ритма жизни, который ты бежишь постоянно, сделать паузу, заземлиться, увидеть природу, подышать. Мне кажется, много очень простых и понятных радостей. Ну что ж, призываем всех к активному отдыху именно здесь, у нас, в Иркутской области. Спасибо вам за то, что пришли на эфир и до новых встреч. Как мы называем сейчас это на наших программах «Время увидеть Байкал». Сейчас для нас, для всех «Время увидеть Байкал», «Время увидеть Россию». Согласна, согласна на все 100%. Добро пожаловать.